Продолжение следует... Ну, я надеюсь, что все это осознают, по крайней мере. И надеюсь, что, может быть, будут осознавать больше после сегодняшнего лета. Значит, безопасности никакой в горах нет. В наших силах только создать некую систему безопасности. То есть уровень надежности каждого альпиниста и в целом нашего какого-то мероприятия, происходящего в горах. То есть сейчас, в общем, не именно там об альп-мероприятиях в понимании правил Федерации альпинизма России, а вообще. Значит, ну вот существует такое определение понятия системы безопасности. То есть, собственно говоря, это, ну, если коротко, то это комплекс мер. Вот. Значит, ну, достаточно известная такая, скажем, практика разделения опасностей в горах, что они существуют там объективные и субъективные. Давайте, значит, по-другому немножко посмотрим на эту систему. Значит, существуют опасности, которые нам можно разделить. Ну, я там группу на четыре группы разделил. Вот. А, и существует вот эта наша система безопасности, над которой мы там работаем, ее создаем. И то, что принято обычно называть вот этими субъективными факторами опасности, то есть то, что зависит непосредственно от самого человека, это, скажем так, все минусы и погрешности системы безопасности, то есть ее слабые места. Вот. Значит, что это за внешние факторы, то есть вот эти объективные опасности? Ну, тоже, в принципе, все, я думаю, еще принципиально нового ни для кого не будет. То есть это, первое, это рельеф, то есть, собственно говоря, возможность куда-нибудь упасть. Второе, это, значит, ну, я бы вот назвал так, что природа гор, то есть это то, что может на нас упасть. Камнепады, лавины, какие-то обвалы, в том числе горные реки, сели и так далее. Вот. Четвертая группа – это опасности, связанные с тем, что, собственно, пребывание на большой высоте, это стрессовая, в общем-то, ситуация для организма, непривычная, и само по себе пребывание на большой высоте уже может быть опасно, ну, там, без достаточной акклиматизации, без достаточного уровня, там, физической подготовки и так далее. И климат, то есть специфические условия гороклиматические, ну, в том смысле, что у вас в течение дня, там, может быть, и зимний холод, и летняя жара, там, и снег, и лед, и все, что угодно, и резко меняется погода, может быть, ураганный ветер и так далее. То есть, опять же, климатические условия, непривычные, в общем-то, для повседневной нашей жизни. Вот. А вот субъективные факторы – это, ну, как я говорил, то есть это, именно, вещи, связанные с слабой этой системой, нашей системой безопасности. То есть, ну, рассматривать вот эти объективные опасности гор, я думаю, что, ну, подробно смысла большого нету. Ну, то есть, и так, в общем-то, все эти вещи понятны и известны, да, что можно там упасть, что в горах бывают камнепады. Можно рассматривать там причины, почему бывают камнепады, там, в какое время они происходят. Но это, как бы, чуть позже, более подробно. Вот. Значит, чрезвычайные происшествия, которые случаются, никогда не бывают связаны с какой-то одной причиной. То есть, когда возникает воздействие какой-то одной единственной причины, обычно все-таки это не приводит непосредственно к чрезвычайному происшествию, потому что какие-то другие вот эти вот элементы нашей системы безопасности, они там позволяют нивелировать ее последствия. То есть, условно говоря, там, произошло, не знаю, что там, человек там технически допустил ошибку какую-то, например, он там остался без страховки. Но его там уровень физической готовности определенный, он ему позволяет с этой ситуацией справиться, человек там куда-то там отошел, сделал что-то там, стал опять попал на страховку. Если мы имеем совокупность, то есть, человек допустил техническую ошибку, человек физически не подготовлен, он там не удержался, не смог, сил не хватило и, например, взорвался, значит, получаем чрезвычайное происшествие. Вот. Значит, говорить о какой-то готовой системе безопасности, что вот она, вот это вот, там, по пунктам сделано, все, она существует, она работает, и мы в полной безопасности находимся, естественно, невозможно. То есть, это некая, все-таки, не четкая такая структура. То есть, более правильно говорить о том, что чем больше внимания каждому элементу этой системы безопасности мы уделяем, тем выше уровень нашей защищенности, надежности от этих внешних факторов опасности. Вот. Значит, теперь, ну, про правила. То есть, часто там происходит, ну, начинают обсуждать правила в альпинизме, альпинизм – спорт или не спорт, и начинают все это, значит, про правила в спорте. Вот. Но, то есть, отличительная основная черта все-таки альпинизма любого другого вида спорта, что правила в альпинизме – это не для того, чтобы там всех уравнять, чтобы все были в одинаковых условиях, а это прежде всего именно вопрос безопасности. Хотя и в других видах спорта, на самом деле, может быть, это не очевидно на первый взгляд, но очень большое количество правил они направлены именно на соблюдение безопасности. Ну, к примеру, там взять велоспорт, там ограничение, минимальное ограничение, там, массы велосипедов. Ну, казалось бы, там, зачем это? Ну, чтобы все ездили на одинаковых велосипедах, и все были в равных условиях. На самом деле, просто если до, ну, там, применить все наиболее современные технологии, там, шоссейный гоночный велосипед может весить, там, 4-5 килограмм, и быть, ну, более-менее надежным. И найдутся спортсмены, которые будут готовы, значит, нестись на этом велосипеде со скоростью 100 километров в час, и, ну, с надеждой, что там ничего как бы не сломается. Вот. Но придумали такое правило, которое в основном направлено на именно не столько на уравнивание условий, сколько на соблюдение безопасности. Или там определенные геометрии велосипеда, которые позволяют быть ему управляемым, а не суперскоростным. Вот. Значит, ну, и, собственно, здесь уже это больше на стыке, и, то есть, правила в альпинизме, они уже больше все-таки относятся, вот, типа, к правилам дорожного движения, к каким-то, там, законам. То есть, это именно те вещи, которые обеспечивают, то есть, обобщенный некий опыт предыдущих поколений, которые обеспечивают нам возможность создавать вот эту систему безопасности. То есть, не стоит относиться к ним, как к некой такой навязанной побочной какой-то такой части деятельности. Раз мы хотим там получить какую-нибудь книжку, там, или значок, то вот придется их соблюдать. То есть, на самом деле, если в суть в них вникнуть, опять же, мы не будем, там, соответственно, просматривать правила альпинизмских мероприятий, потому что, в общем-то, это любой может самостоятельно сделать, там, найти на сайте Федерации эти правила. Ну, то есть, по каким-то вопросам я, в принципе, могу и по правилам, там, конкретных разъяснений, может быть, дать какие-то. Вот, значит, дальше, ну, вот, то есть, в принципе, в первом пункте правила мероприятий, я сейчас остальные не буду рассматривать, вот, там, прямо, вот, написано, что правила направлены на обеспечение безопасности проведения альпинизмских мероприятий и восхождение в горах. Вот, и, значит, вот они позволяют нам создать эту систему безопасности. Вот, значит, ну, вот глобально я ее разделил на две таких больших группы. Это индивидуальная подготовка и организация мероприятий. Значит, то, что зависит, как бы, от каждого лично, от каждого участника, и то, что зависит от, ну, от организатора мероприятия, от, там, руководящих должностей на этом мероприятии. Но, в принципе, второй пункт, даже если вы не являетесь организатором мероприятия, вот, важный момент, что он тоже относится к вам. То есть, если вы планируете принимать участие в неком мероприятии в горах, опять же, речь не идет обязательно о официальном, там, в каком-то каких-то сборах, там, в рамках фары или соревнованиях. То есть, любая поездка в горы, любое мероприятие, в принципе, оно в эти все вещи впишется. И ваши задачи, будучи даже простым рядовым участником, в идеале проконтролировать эти вещи. То есть, вообще, куда вы едете, с кем, что там будет происходить, как это все организовано. Ну, вот, по пунктам более подробно. Значит, техническая подготовка. Ну, то есть, это в первую очередь уровень владения конкретными техническими приемами. Под уровнем владения подразумевается то, насколько данный технический прием, исполнение его, является именно то, что называется навыком. То есть, не... Ну, существует понятие умения и навык. Умение – это когда вы просто можете, вам показали, вы можете повторить. Навык предполагает, что это умение доведено до, в общем-то, до автоматизма. То есть, вы в совершенстве этим приемом владеете и практически в любых условиях можете этот прием воспроизвести. для каких-то конкретных целей существует определенный набор технических приемов, которыми человек должен владеть. Понятное дело, что если человек идет на единичку, на двойку, в общем, ему, конечно, не надо владеть какими-то... Тем более, если он идет, например, с инструктором, если мы посмотрим... Опять же, есть такой документ, как программа подготовки парпедистов, такая, значит, там, страниц 60 примерно. Ну, в принципе, на первый взгляд, довольно такой скучный вид текст. Я очень не могу повторять с одного и того же. Но, в общем-то, в этой программе более-менее адекватно... Но, на самом деле, другого такого документа альтернативного на сегодняшний день нету. В этой программе, в общем-то, довольно адекватно прописаны именно те приемы, которыми должен владеть человек, собирающийся на ту или иную категорию или уровень подготовки. То есть, если идет отделение новичков с инструктором, там, у них начальная подготовка, и, в принципе, у них не планируется и не должно планироваться, например, никаких передвижений по закрытым ледникам, в общем-то. И уж, по крайней мере, если они попали в такую ситуацию, то у них есть инструктор, который должен быть достаточно квалифицирован для того, чтобы в этой ситуации создать в себе условия безопасности, и в случае, например, падения человека в трещину, оттуда его вытащить, не провалиться самому в эту трещину и так далее. Потому что невозможно человеку научить сразу всему. Поэтому для каждого уровня подготовки есть свой необходимый список технических приемов, которым нужно владеть, и тем набором, которым нужно владеть, именно на уровне этих навыков, а не умений. И сюда же можно отнести умение грамотно пользоваться снаряжением. То есть бывает так, что люди не до конца, например, знают все функции, но, к примеру, так называемая корзинка второполочное спусковое устройство. Есть люди, которые вообще не в курсе, что у него существует использование в режиме автоглок. Можно по-разному страховать, для верхней и нижней страховки, для чего там все эти дырочки нужны, куда чего можно стремить, куда чего нельзя. С Жумаром такая же история, что есть достаточно много людей, которые не до конца знают все его функции. Самое главное, что с ним можно делать, что с ним нельзя делать. Для этого часто вполне достаточно прочитать инструкцию производителя. Обычно это никто не делает. Следующий пункт индивидуальной подготовки, физическая, опять же сводится именно к уровню надежности выполнения технических приемов. То есть в каких-то неблагоприятных условиях возможность грамотно выполнить тот или иной технический прием часто очень напрямую зависит от уровня физической готовности. То есть когда человек утомлен, когда неблагоприятные погодные условия, люди в силу каких-то психологических качеств начинают просто пренебрегать какими-то правилами, потому что уже становится очень тяжело и лень делать. Ну лень, потому что очень тяжело. То есть если у человека есть определенный запас физической готовности, он будет выполнять прием грамотно. Если нет, начнет косичить и дальше с течением обстоятельств и все это приводит к несчастному сличию. Опять же, высота. То есть можно сколько угодно говорить, что люди к высоте предрасположены или не предрасположены генетически, что на самом деле важна акклиматизация. Из, по крайней мере, своего личного опыта и из знаний в области физиологии и биологии могу уверенно сказать, что физическая подготовка здесь очень большую роль играет. У меня есть масса примеров, когда люди... То есть я приезжал в горы, человек уже был в горах полтора месяца. Даже какие-то восхождения совершал, что-то делал. Но физически слабее. И я на второй день нахождения в горах с грузом передвигаюсь быстрее и при этом дышу спокойно. Человек полтора месяца в горах находится, но отстает, не может груз нести и так далее. Поэтому иллюзий не должно быть. Или что там какую-то таблетку можно съесть, там все пройдет. Значит, материально-техническая сторона индивидуальной подготовки. Но речь идет о экипировке, о снаряжении. То есть это, собственно, наличие необходимых вещей, опять же умение ими пользоваться, надежность снаряжения. То есть это все-таки это снаряжение должно быть каким-то образом сертифицированное. Вы должны, возвращаясь опять же к критерию отбора снаряжения, то есть оно должно быть сертифицированное. У него должен быть неистерший срок годности. снаряжение должно не иметь следов повреждения. И вы должны знать историю этого снаряжения. То есть не то, что вы там взяли веревку какую-то, которую там кто-то кому-то передал, откуда она вообще взялась, кто-то там, производитель, как она хранилась, ничего про нее не знаете. Но как бы вас удовлетворяет просто, что это веревка нужного диаметра. А то, что она там от элементарной какой-то нагрузки может просто рассыпаться, или как бы бывает такое, что люди об этом не задумываются. То есть вы, особенно, что касается снаряжения страховочной цепи, здесь, то есть если вы пренебрежительно относитесь к состоянию этого снаряжения, значит вы вот просто там гигантскую какую-то заслонку вот этой системы безопасности открываете и позволяете этим факторам пробить грех. Психологическая подготовка, ну, безусловно, то есть это умение существовать в коллективе, это коммуникабельность, умение там где-то на какие-то уступки пойти ради общих интересов. То есть люди, которые все-таки, ну, да, существует там соло-альпинизм, мы его не будем рассматривать, там тоже есть элемент психологической подготовки, вот, но все-таки если брать классический альпинизм, то просто человек, который не может вписаться в коллектив, бывает такое, что коллектив странноватый, конечно, но это опять же вопрос, дальше он будет рассматриваться, это вопрос уже к уровню организации мероприятий, то есть состав именно участников мероприятий. Вот. Вопрос мотивации, то есть человек должен, мотивация в каком плане, то есть вы должны понимать там, чего вы однозначно хотите, чего вы однозначно не хотите. Если что-то происходит, чего вы однозначно не хотите, значит, наверное, не надо этого делать или надо там кого-то остановить. То есть не должно быть такого, что с точки зрения безопасности типа там ааа пойду, поеду, посмотрим, может там пойдет, может не пойдет, понравится, не понравится. То есть все-таки надо какие-то для себя определить как прием в том числе психологической подготовки на бумажке написать просто для себя определить что мне в этом нравится, что не нравится чего я ожидаю, чего я не ожидаю хочу, не хочу такие простые вещи дальше уже в соответствии с ними действовать непосредственно в горах ну и там страхи то есть здесь научиться разделять например понятие страшно и опасно очень часто бывает такое, что людям страшно там, где совершенно не опасно и наоборот там, где очень опасно, но в силу того, что люди не понимают, не видят эту опасность, им не страшно это вот плохая ситуация ну и бояться там, где безопасно тоже, соответственно это то есть это начинается там лишняя какая-то ну страховка то есть имеется ввиду, что значит лишняя страховка то есть когда ну вплоть до того, что люди идут например по осыпному или травянистому склону крутизной 30 градусов и человек, который может быть первый раз там в горах оказался, а там этот склон там километр вниз уходит вот и человеку может быть страшно просто из-за там той глубины, которая внизу так называют боязнь глубины и кажется, что вот если он сейчас там упадет, он покатится и начнет там там вкувыркаться, вот на самом деле, то есть иногда достаточно инструктору просто вот показать, он там шлепнется на терапее, покажешь, вот видишь, я упал, я никуда вообще отсюда не могу там не уехать, не укатиться и человек понимает, что да, действительно здесь не страшно, то есть вплоть до такого бывает, а соответственно если ну люди таких вещей боятся приходится там доставать веревку бывает, что как элемент с этим нравится инструктор, например, просто привязывает участника там узком веревки 10 метров к себе все, человек думает, что все, все надежно, все безопасно ну, действительно, то есть так бывает но на это приходится тратить время есть таких людей в группе много значит, соответственно, это уходит очень много времени замедляется скорость передвижения на маршруте и группа получает шанс попасть в неблагоприятные какие-то условия погодные, там временные, то есть там стемнеть может все что-то опять же временной фактор, то есть время суток влияет в том числе на различные там всякие камнепады, лавины, обвалы так далее, то есть скорость передвижения группы на маршруте это тоже, безусловно такой элемент безопасности то есть, ну, речь идет не про то, что значит, все должны засунув язык там бежать куда-то безусловно, нет, то есть всегда опять же, если мы говорим о физической подготовке в отличие от там большинства видов спорта физическая подготовка это здесь не способность показать максимальный свой результат а это именно при выполнении определенных действий иметь еще какой-то запас сил то есть вы работаете спокойно в расслабленном режиме выполняете все действия но при этом двигаетесь быстро а если вдруг что-то произойдет то у вас еще есть возможность там прибавить кучу своих вот этих физических потенциальных возможностей ну и значит тактическая подготовка но это скорее уже наверное больше именно опыт пребывания в горах и опять же это сильно очень зависит от работы инструктора работы тех людей которые учат начинающих то есть именно вот тактика прохождения маршрута именно то есть один и тот же маршрут в разных условиях может быть пройден с разной тактикой то есть там снег пошел еще что-то случилось и он и в том и в другом случае будет пройден но просто соответствие исходя из выбранной тактики будет выбираться определенное снаряжение режим передвижения там и так далее вот ну и сюда же соответственно это скорее такой стык психологической тактической подготовки то есть это умение остановиться и значит принять правильное решение о том что ну как бы для этого я сюда не ехал на этом как бы достаточно идем домой вот теперь значит то что уже касается непосредственно организация самих мероприятий ну значит на официальных альпических мероприятиях существуют такие два человека как старший тренер ответственность за безопасность здесь я немножко коснусь уже таких деталей самих правил то есть не все наверное в курсе происходит ну вообще кто читал правила проведения мероприятий это все сделали вот значит смотрите на мероприятия должны присутствовать два вот таких человек старший тренер и ответственность за безопасность значит это может быть один человек только в случае если на альп-мероприятии присутствует одна группа если на альп-мероприятии две и более групп это уже должно быть обязательно два человека их квалификации предъявляются определенные требования значит и тот и другой должны быть по спортивной квалификации не ниже кандидат мастера спорта значит старший тренер должен иметь квалификацию инструктора второй категории то есть их всего три человек когда заканчивают школу инструкторов получает третью категорию отработав значит 120 дней на альп-мероприятиях и пройдя повышение квалификации определенных он может получить вторую категорию ну и первая категория там присваивается то есть значит вторая категория позволяет работать старшим тренером школы инструкторов вот она присваивается там какими-то чудесными образами ну по решению как бы каких-то там президиумов федерации ну возможно что в ближайшее время эта система немножко поменяется и будет называться не третья вторая первая категория а как-то по-другому но в общем примерно та же самая остается вот то есть старший тренер кандидат мастера спорта инструктор второй категории должен быть вот а ответственность за безопасность должен быть инструктор любой категории может быть третий может быть второй то есть достаточно третий должен быть кандидат мастера спорта и должен еще иметь жетон спасение в горах или спасательный отряд Это такие учебные курсы, на которые со вторым разрядом можно отправляться, пройти это обучение, там оно 2 или 3 недели длится, и сдать определенные экзамены, получить этот жетон спасения в горах. Да, и также этот жетон дает право выхода на маршрут 6 категории сложности. Соответственно, если на мероприятии одна группа, и есть один человек, который эти обе должности в себе совмещает, то он должен быть и кандидатом мастера спорта, и другого второй категории, и иметь этот жетон. Но, соответственно, уже никаких разделений на этих сборах быть не можешь. Одни туда пошли, другие сюда пошли. То есть это уже будет нарушение правила. Бывает такое, что на некоторых недобросовестных мероприятиях при наличии большого количества групп эти функции выполняет один человек. Бывает такое, что какую-то из этих функций не выполняет никто. И бывает такое, что один из них формальный. То есть, грубо говоря, он на бумаге есть, а по факту он находится, например, дома. Никуда не поехал. И бывает такое, что эти должности занимают люди, не имеющие необходимую квалификацию. Например, УБ не имеет жетон в последнем городе. Или не является кандидатом мастера спорта. То есть это все нарушение правил. И с одной стороны, вроде там это как бы формальности, но поверьте, что в общем это все ведет к ослаблению в целом системы безопасности. То есть в чем суть наличия двух человек? Выпуск группы на маршрут, группа в этот выпуск проходит у двух. И у старшего тренера, и у ответственного за безопасность. У них есть свои задачи при выпуске группы на маршрут. И, скажем, то, что может пропустить, не увидеть или допустить один, может не пропустить другой. То есть наличие двух фильтров, оно повышает уровень безопасности. И все участники, все группы, они все, конечно, хотят выйти на маршрут. И эти два негодяя, они, значит, ставят палки в колеса, мешают. Но, значит, все-таки, если это адекватные, нормальные люди, то все-таки надо относиться с пониманием их требований. Вот. Значит, дальше инструктора учебных отделений, тренеры спортивных групп. Ну, вообще, в принципе, ко всем этим людям необходимо, чтобы их квалификация соответствовала занимаемым должностям. Опять же, бывают такие мероприятия, на которых инструкторами учебных отделений работают люди, не имеющие удостоверения инструктора. Или являющиеся там стажерами. То есть человек, когда закончил школу инструкторов, он должен еще какое-то время отстажироваться. То есть вместе с инструктором в отделении работать и, как бы, у этого инструктора учиться практической работе с начинающими. Значит, соответственно, очень часто бывает такое, что стажеры начинают работать как полноценный инструктор. Вот. Такой, ну, скользкий момент. А бывает такое, что вообще просто работают какие-нибудь там старшие разрядники, вот он там инструктор-отдельник. То есть это, в общем, совсем неправильно. Вот. Квалификация дальше, ну, мотивация этих людей, то есть, что им не движет, почему они туда приехали. Часто бывает такое, что люди, ну, им просто нравится, как бы, тусовка, горы, там. Вот. И они, ну, а будучи там инструктором, в принципе, такой неплохой вариант, там, за счет участников поехать потусить, там, побыть в горах. Вот. Соответственно, человек работает таким же образом, да. То есть он, как бы, к выполнению своих функций уже относится, как такой отдыхающий, скорее. Вот. То есть желательно здесь следить. Ну, это задача, на самом деле, старшего тренера, поскольку это именно его функция, выбор инструкторов, то есть состава инструкторов. Вот. И желательно сделать так, чтобы инструкторы отделения, это были люди, именно у которых есть желание учить, желание поработать, желание, значит, чтобы их, ну, как сказать, воспитанники безопасно, надежно, самостоятельно научились ходить в горы. То есть смысл, собственно говоря, работы инструктора, это научить человека ходить в горы самостоятельно и надежно, безопасно. Вот. Ну, безусловно, какие-то человеческие качества, потому что бывает, что и квалификация соответствующая, и мотивация у человека есть. Но, например, есть инструктора, довольно регулярно встречаются, которые считают, что, значит, женщинам в альпинизме не есть. Вот. И, значит, попадает в отделение, там, девушка, инструктор начинает ее, там, по полной программе гнобить, пытаться списать, там, и, ну, хотя человек, он, в общем-то, и технический, там, ну, то есть у него все, что касается индивидуальной подготовки. Все вроде соответствует. Ну, инструктор просто решил, что не женское это дело. И, ну, это как пример такой достаточно часто встречающийся. Иногда находящий до, ну, таких неприличных всяких высказываний и так далее. Вот. Соответственно, опять же, задача старшего тренера, задача, ну, есть еще такой человек, как руководитель от мероприятия. То есть это тот, к его квалификации, на самом деле, правила никаких, в общем-то, требований не определяет. Это может быть, там, значок, новичок, там, кто угодно. То есть это, это может быть группа лиц каких-то, это может быть, там, юридическое лицо. То есть это человек, который, собственно, ну, административные функции выполняет. Вот. А вот задача руководителя от мероприятия и старшего тренера, собственно, подобрать такой инструкторский состав, чтобы с человеческими качествами там тоже все было нормально. Вот. Ну, и опять же, бывает такое, что все пункты вроде как бы соответствуют, но вот конкретно вот эти вот люди вместе работать не могут. То есть у них начинаются какие-то там терки, не понимать. То есть, опять же, это там из практики существующей, то есть бывает такое, что есть, например, там, старший тренер, инструктор, договариваются, что, ну, там, мы там действуем так-то, так-то, все, все согласны, да, согласны. Начинается работа, и человек начинает там действовать по-своему, так, как там хочется и нравится ему. Ну, иногда это там просто отсутствие взаимопонимания, но иногда это может привести к каким-то печальным последствиям. Вот. Значит, что касается непосредственно самих функций, вот, ну, значит, значит, что старший тренер делает, ну, так, я коротко перечислил, значит, осуществляет подбор инструкторского состава, значит, занимается организацией именно учебно-тренировочного процесса на сборе, то есть, кто какие должен пройти занятия, в каком количестве, там, у кого какая квалификация, чтобы квалификация участников соответствовала, то есть, в отделении, если они там начинают, например, работать на нормы, там, второго разряда, соответственно, у них должна быть уже там какая-то определенная квалификация. Вот. И осуществляет, так же, ну, взаимодействие между группами, то есть, чтобы там, ну, например, есть скальные занятия, там есть ледовые занятия, есть там на сборах 6-7 отделений, если все в один день пойдут в одно место заниматься на скалу, в общем, там никому места не хватит, толку ничего не получится, то есть, это нужно тоже все разводить, регулировать. Ну, там есть формальные функции, там написание отчетов в федерацию, да, значит, так же старший тренер ведет, собственно говоря, перечень всех, кто куда чего сходил, кому чего надо там написать, то есть, таблицу, собственно, совершенных восхождений, вот, ну, и непосредственно осуществляет выпуск на маршруте, то есть, соответствует квалификации, то, что человек прошел необходимые ущербно-тренировочные занятия, тактику прохождения маршрута, опять же, проверяет, кто как, чем планирует. Вот, значит, ответственность за безопасность, собственно говоря, он должен разъяснить технику безопасности, и, ну, в каком-то смысле, в общем, данную лекцию можно считать, в принципе, функцией ответственного за безопасность, в том числе. Ну, что-то подобное, да, значит, он собирает, есть определенная форма, ну, расписки за ответственность, то, что человек понимает, что он находится, опять же, эта форма там есть на сайте ФАД, то есть, человек понимает, что он находится в потенциально опасной среде, что его действия могут причинить, там, вред здоровью и жизни других людей, или его, что он несет за это, там, ответственность, ну, то есть, что человек понимает, вообще, куда он приехал, чем он будет заниматься, и что он прослушал, значит, правила техники безопасности. Вот, дальше, ответственность за безопасность, еще важный момент, он отвечает за организацию связи, то есть, это связь с внешним миром и связь внутри мероприятия. Ну, опять же, выпуск на маршрут, но здесь уже ответственность за безопасность, немножко другие задачи, он проверяет, значит, непосредственно знание маршрута, все аварийные варианты, то есть, куда там можно спускаться, куда нельзя спускаться, как спускаться, если вы не дошли до вершины, там, и так далее, и тому подобное. Должен указать все там опасные места на маршруте, на что обратить внимание, выдать там радиостанцию, объяснить, как ей пользоваться. Вот, значит, ну, проверяет безопасность мест учебных занятий, и также, значит, в функции ответственность за безопасность входит создание, ну, спасотряда, то есть, это людей на отборах, ну, как какой-то группы людей на отборах, в которых квалификация позволяет, опять же, в случае чрезвычайного происшествия действовать в качестве спасотряда. Ну, в принципе, все участники этого спасотряда должны иметь тоже жетон вот это спасение в горах или спасательный отряд. Вот, так, ну, с инструкторами, в общем, основная его задача – это качественный учебный процесс, соблюдение, значит, всех правил и научить людей самостоятельно быть на восхождении. Вот, значит, это был тренерско-инструкторский состав. Теперь, значит, состав участников. Здесь коротко, но суть вот в чем, что вот уровень индивидуальный, то есть, это вот та часть первая про индивидуальную подготовку, должен соответствовать целям и наоборот. Что это значит? Что, то есть, люди, они там ставят перед собой какую-то цель. Вот, мы хотим там сходить пятерку, вот, значит, соответственно, уровень их подготовки позволяет или не позволяет? Наоборот, это значит, что если уровень их подготовки не позволяет, то нужно как бы изменить их цели. То есть, если их уровень позволяет идти, там, только на четверку, значит, цель надо менять. Вот, или, значит, не на гору идти, а заниматься подготовкой тогда, если они, значит, хотят все-таки другую цель. Вот, и, соответственно, вот аспект, который раньше я упоминал, то есть, это, собственно говоря, совместимость вообще участников, их психологические качества. На самом деле, для того, чтобы это реально работало, по большому счету, это возможно делать только в рамках, наверное, клуба. То есть, когда люди постоянно занимаются, постоянно друг с другом общаются, и, безусловно, когда, там, я тут первый раз встречаюсь в горах, но это как бы невозможно избежать. Даже когда люди вроде ходят, занимаются, опять же, из личной практики, ну, когда состав участников, там, 60 человек на сборах, так или иначе, но кто-то может оказаться неадекватным, ну, то есть, не выдавая себя в условиях города, вот, человек привезает в горы, и вдруг в более сложных каких-то бытовых условиях оказывается, что не все так просто. Вот, поэтому, но, если в рамках круглогодичной подготовки люди все-таки проводят технические тренировки совместные, какие-то, там, походы выходного дня, то, что называется, то есть, просто, вот, пошли в лес, там, прошли сколько-то километров, поставили бивак, костер, там, поели, пошли дальше, то есть, здесь уже многие вещи могут примиться, особенно, там, в плохих погодных условиях каких-то, вот. Существуют, соответственно, более, там, какие-то сложные, то есть, ну, можно уж просто такой поход выходного дня, вот. Есть более интересные, там, вещи, типа уже какие-то, ну, физически более сложные задачи, там, стоять. Может быть, например, выезд, там, не в большие горы, например, а какие-то, там, сборы в Крыму, например, чисто скальная подготовка, жизнь, там, в условиях, может быть, там, съемной квартиры, машина, там, ну, то есть, в принципе, как бы быть такой обычный, привычный, но человек, попадая на маршрут, оказываясь, значит, в условиях, там, какого-то стресса, он опять начинает вот эти штуки проявлять, какие-то неожиданные, вот. То есть, это все желательно все-таки до выезда в горы, где вы можете оказаться вообще, там, ну, грубо говоря, отрезанными от внешнего мира, вот, желательно это, как бы, отсеять. Поэтому очень рекомендую именно все-таки заниматься где-то в клубе в течение, там, определенного промежутка времени с людьми пообщаться, поработать, какие-то общие задачи сложные порешать, физические нагрузки, там, технические и так далее. Вот. Ну, и, то есть, правило выпуска маршрута, это имеется в виду, что состав при выходе на тот или иной маршрут или на какие-то занятия должен соответствовать, то есть, квалификация этих людей должна соответствовать этим занятиям, этим маршрутом. Вот. Значит, средства связи. Значит, здесь, то есть, не стоит под этим подразумевать только чисто радиосвязь, там, между группами в горах, вот, имеется в виду, и, ну, в горах далеко не везде, соответственно, работает софтовая связь. Если она там работает, соответственно, вы должны узнать, какой, например, оператор имеет, там, максимальную зону покрытия в данном области, потому что, ну, там, услышали, да, да, работает, есть, приехали, там, какой-нибудь, ну, вот, например, на Кавказе, значит, значительно лучше покрытие, там, у мегафона, вот, человек там приехал с каким-то другим оператором связи, вроде у него там все есть, но на самом деле ничего не работает. А вот, то есть, узнать сотовую связь, какая оптимальная в данном месте, есть ли она там вообще, если ее там нету, ну, оптимальный вариант – спутниковая связь. Что касается спутниковой связи, в принципе, сейчас существуют более-менее доступные варианты аренды, как самих аппаратов, так и, значит, сим-карт для них. Ну, скажем так, вот, мы проводили сборы летом, у нас аренда сим-карты обошлась, значит, что-то там, ну, то есть сейчас не срок, но порядка 6 тысяч рублей, то есть это вот на 3-4 недели, вот. И, может быть, на самом деле, нет, я, наверное, ошибаюсь, там 6 с чем-то это вышло, по-моему, вместе с разговорами, вот. Разговоры, то есть у нас там спас-работы были, то есть это разговоры включали, ну, то есть это приличное количество разговоров было. Там 70 рублей минуту стоит, и минуты смс, вот. А стоимость аренды сим-карты, она там… Ну, ладно, сейчас не исходим, но, в общем, это, по крайней мере, для группы, это с точки зрения обеспечения безопасности вполне доступные деньги, там, ну, 6 тысяч на поездку отдать можно, при том, что вы практически всегда в любых условиях находились на связи. Вот, есть там особенности определенные, тоже их лучше знать, то есть разные операторы, они там в разных частях света лучше хуже работают. И, значит, связь внутри сборов, ну, это, естественно, в основном радиосвязь, хотя, опять же, если мы говорим там об этом мероприятии, например, сборы учебно-тренировочных в Крыму, в общем, там в том числе есть такие тарифы, когда даже связка на маршруте работает, проще по телефону позвонить, как бы там спросить, что там со страховкой, готовая станция, ну, то есть, когда там, типа, бесплатное, например, общение между абонентами идет. Вот, и тоже это имеет смысл учитывать. Значит, что касается радиосвязи в горах, ну, желательно, конечно, чтобы этим занимался человек, который там немножко понимает, какие диапазоны частот там, чтобы все были в курсе, какая общая частота, на которой все работают. В принципе, эта задача, опять же, ответственна за безопасность, чтобы все работало, все знали, как это работает. Вот, но вы, как там рядовые участники, тоже должны этим интересоваться и внимания этому уделять, и желательно тоже уметь пользоваться радиостанцией, потому что там кто-нибудь из участников инструктора могло, увольню камень. Вот, надо об этом как-то сообщить. Да, то есть, например, сюда же, наверное, я отнес бы еще GPS-навигаторы. Важный такой момент вообще со всеми этими устройствами техническими. То есть, наличие самого по себе устройства, оно еще не гарантирует вам, собственно говоря, ничего. Особенно это касается GPS. То есть, вы, да, там должна быть еще карта, вы должны уметь пользоваться этим устройством. Карта должна быть, там, адекватной выбранной системе в этом устройстве, потому что там тоже свои тонкости есть. То есть, он может начать давать очень сильные погрешности. Вот, вплоть до того, что люди, например, идут по маршруту, испортилась погода, сел туман, люди достали и включили GPS. Что они его включили? Ну, то есть, как бы, он им показывает, что они вот здесь находятся. А куда им идти, они не знают. То есть, соответственно, если вы собираетесь пользоваться GPS-ом, значит, выясните, хотя бы то, что его лучше включать, когда вы выходите из лагеря. А не когда оказались там в неприятной ситуации. Да, ну, давайте я тогда и про радиосвязь сейчас тоже скажу сразу. Значит, диапазон частот, который в горах лучше всего работает, это, значит, 130-170 МГц. Ну, вот там диапазон может чуть по-другому называться, ну, примерно. То есть, из часто используемых еще есть 430-470, но он лучше работает в условиях города, а в горах лучше 130-170. Чаще всего используются частоты где-то в районе там от 145 до 150. То есть, от 140 до 150, да. Вот, значит, что еще? Да, ну, соответственно, нужно обязательно следить за уровнем заряда радиостанции. Значит, время связи. Ну, желательно вообще, чтобы все стремились к определенной унификации, то есть, если даже вы оказались в каком-то другом районе, но сейчас стараются все переходить на примерно один стандарт по времени связи, так называемый крест. То есть, если вы на циферблат часов наложите крест, получится, значит, 9, 12, 15, 18. То есть, вот каждые 3 часа это стандартное такое время связи, ну, как бы на него сейчас потихоньку все стараются переходить. Вот. Ну, ответственность за безопасность, опять же, на сборах должен порядок связи разъяснить. Обычно это происходит так, что все группы включаются на прием, и ответственность за безопасность опрашивает по очереди все группы. Ну, очередность обычно по сложности маршрутов. То есть, те, кто на наиболее сложных маршрутах работают, задача, в принципе, быстро спросить, все ли у них в порядке, и дать им дальше работать. То есть, обычно их сначала спрашивают, дальше уже со всеми остальными работают. Значит, очень важный момент такой здесь. Если даже вам дали СК, то есть, связи конец, то есть, можно выключить станцию до следующей связи. Я рекомендую все-таки оставить включенную радиостанцию до завершения сеанса связи, потому что бывают такие случаи, что в какой-то из групп, которые дальше будут опрашивать, что-то случилось, и вы уже выключили станцию, вы об этом не знаете, ничего не слышите. То есть, это, или, например, тоже из практики, две группы рядом находятся, и, ну, кто-то один из них включил станцию, типа, ну, я не буду включать, ты мне там скажешь, что там. Вот, и там, а кто-то куда-то отошел, раз, там, послушали, или, например, мимо группу проходила, и сказали, там, ну, передай, что у нас все хорошо, и пошли дальше. И тут ты там слышишь, что что-то случилось, а ты уже мимо той группы прошел, у них станция выключена, значит, чтобы до них донести информацию, тебе нужно возвращаться обратно, пешком идти, то есть, смысл связи как-то теряется. Вот, поэтому, ну, то есть, на прием, в принципе, станция работает очень долго. То есть, прослушать лишние пять минут, это, ничего сложного в этом нет. Вот, очень важный момент, о чем в радиосвязи, это соблюдать определенную субординацию, и, значит, ну, как бы, не вести бардак в эфире. То есть, если вас спросили, вы отвечаете. Если, значит, вас не спрашивают, дождитесь того момента, когда человек, ведущий радиосвязь, например, скажет, у кого есть вопросы. Дальше вы можете сказать. Потому что, значит, если во время радиосвязи одновременно начинают говорить два человека, то кого-то из них точно будет не слышно. То есть, просто один сигнал на другой накладывается, и информация не слышна. Поэтому, то есть, в эфире может находиться только один голос в данный момент. Поэтому лучше, если вы не уверены, что сейчас кто-то не начнет говорить, сделать паузу, там, послушать. Сказали, не сказали, уже тогда говорить. Если в эфире тишина, можете говорить. Медицинское обеспечение. Опять же, по правилам проведения мероприятий в составе сборов должен быть врач. Часто, опять же, это к этой должности относится нормально. И, в общем, врач – это просто человек, который носит аптечку. Но, по крайней мере, у нас в клубе есть возможность, и на любых сборах у нас присутствует именно профессиональный врач, квалифицированный. Нам так повезло, что у нас врачи – это хирург-травматолог, реаниматолог, еще один нейрохирург там был, то есть, ну, люди, как бы, не, там, не офтальмолог, а стоматолог. Хотя стоматолог тоже. Он лицевой хирург. А, лицевой. Вот, прошу. Ты тоже полезный. Вот, и там, даже вот на летних сборах у нас получается трое человек, да, в принципе, с медицинским. У нас было два – травматолог, реаниматолог и фельдшер. Да, и, значит, в, я знаю, что, например, вот в туристическом клубе «Вестра» был такой период, не знаю, как сейчас там, не общался, вот, но был период, они, значит, специально развешивали объявления о наборе новичков, развешивания в медицинских вузах, вот, чтобы привлечь к себе как можно больше врачей. В принципе, это, ну, имеет смысл такая практика, вот. Вот, да, ну и желательно, все-таки, если на сборы едет такой врач, чтобы он, ну, не первый раз в горах вообще оказался, и смог хотя бы подойти к, там, человеку, который травму какую получил. Вот, а по большому счету, как, вот, у нас там один инструктор сказал на сборах, научить ее в первую очередь жумарить. Вот, то есть, в принципе, да, то есть хотя бы человек должен надежно уметь двигаться по перилу. Ну, то есть, если какой-то там несчастный случай произошел на технически сложном маршруте, опять же, спасотряд может организовать перила, вот, и врач должен, ну, хотя бы по этим перилам там спуститься или подняться, быть в состоянии к этому пострадавшему оказать ему помощь. Вот, ну, естественно, немаловажный момент – это, значит, наличие медикаментов, инструментов, в достаточном количестве. На сборах наших, вот, это обычно такой рюкзак весом килограмм 15, в котором, значит, по крайней мере всего прочего, есть там и хирургические инструменты, и растворы для капельниц, там, в объеме, я не знаю, там, литров, наверное, 5-6 точно. Вот, пневмашины, там, и так далее. Понятное дело, что это вещи во многом там дорогостоящие, но, то есть, опять же, например, клуб, в принципе, в состоянии себе такое позволить, там, какие-то деньги собрать, все это купить, иметь такую аптечку. Ну, я могу так сказать, что наличие такой аптечки, вот этой базовой аптечки, плюс групповые аптечки, то есть, каждое отделение, ну, это, там, самые необходимые какие-то медикаменты у нас. И, за счет того, что большая часть этих вещей, они, там, переходят из сбора в сборы, ну, пока срок годности не стечет, вот, в принципе, это обходится примерно, там, на каждые сборы участники сдают где-то 300-500 рублей на вот эту медицину, то есть, тоже, в общем, приемлемо. Но, опять же, если это, там, 50 человек на сборы едет, там, по 300 рублей собрать, в общем, нормально можно аптечку купить, вот. Ну, там, индивидуальные аптечки, это, в общем, тоже немножко... Хотя, в принципе, почему нет, тоже вопрос безопасности. Но это, скорее, тема, там, лекции по медицине. Вот, но индивидуальная аптечка, это, как минимум, перевязочный материал. То есть, хорошо, если каждый участник имеет, при себе, там, пару винтов, какие-то, там, гемостатические губки или, там, порошки, которые... Ну, вот, то есть, сейчас существует лифт, кстати, не продается. Цилокс, он, по-моему, называется, порошок, то есть, он насыпается на раму и останавливает кровотечение. Ну, то есть, сгущает кровь, останавливает кровотечение. Вот. И какие-то, там, безусловно, какие-то индивидуальные препараты, которые конкретно данному человеку нужны. Это индивидуальная аптечка. Так, что тут еще по этому вопросу? Да, ну, соответственно, врач, по-хорошему, врач сборов, также должен провести какое-то элементарное, хотя бы, занятие по первой медицинской помощи. То есть, вообще, разъяснить людям, как в каких ситуациях действовать, что делать, что не делать. И, значит, про групповые аптечки тоже объяснить, что в них вообще находится, что с этим делать. Понятное дело, что если в аптечке есть какие-то препараты, которых ты даже вообще не знаешь, что это такое, то смысла, опять же, нахождение этих препаратов там никакого нет. Да, и врач сборов еще имеет такую функцию важную. Это сбор с участников медицинских справок о допуске к занятиям альпинизма. Вот. И такой важный момент, что с ECHB с апреля 2016 года там произошли очередные изменения в законодательстве. И, в принципе, по этим изменениям организация, проводящая какие-то физкультурно-спортивные мероприятия, к которым относятся мероприятия, проводимые в рамках Федерации альпинизма России, они, вот эти организации и организаторы несут юридическую ответственность за жизнь и здоровье участников. Значит, если есть врач, который взял у вас, вы ему принесли справку, что вы здоровье допущены, вот, то врач, значит, юридическую вот эту ответственность он, как бы, перекладывает на эту справку, в принципе. Если вы ему эту, ну и на учреждение, выдавши эту справку. Или на вас, если вы принесли липовую справку. То есть, если вы, там, купили в переходе справку, отдали этому врачу, для врача это не проблема, на самом деле. Вы ему дали справку, а где вы ее взяли, это уже, как бы, ваша ответственность. Вот, то есть, врач может и липовую справку принять. Ну, потому что, в принципе, не обязан обладать квалификацией там, экспертизы. Вот. Значит, если не собирать справки, то, по идее, врач споров обязан провести медицинское обследование всех участников. Ну, в общем, реально это невозможно сделать. Просто, там, по времени, по наличию оборудования и так далее. Вот. Поэтому, значит, чтобы вот эти все соблюсти нормы, значит, по-хорошему надо, конечно, пройти нормальное медицинское обследование, диспансеризацию какую-то. Хотя бы, чтобы, ну, какой-то минимальный набор процедур, там, типа ЭКГ в покое, там, осмотр врача, какие-то были сделаны. Лучше, конечно, если это будет все-таки не формальное, а какое-то адекватное, нормальное обследование, там, в идеале ЭКГ под нагрузкой сделать, там, чтобы посмотреть именно, как сердечно-сосудистая система реагирует на некий диапазон нагрузок, все-таки, в том числе, в большинстве. А вот. Так, ну ладно. Вот. Опять же, в правилах поведения мероприятий, значит, написано, что все участники этого мероприятия должны иметь страховку. Вот. Это действительно, в общем-то, с одной стороны, вещь полезная, с другой стороны, она может оказаться бесполезной, если вы не, ну, как бы, не умеете ей пользоваться. Ну, то есть, во-первых, выбор страховой компании. Нужно посмотреть, чтобы там у этой страховой компании именно был вид деятельности, там, или вид спорта, альфинизм указывать. Но бывает такое, что, я сейчас точно не вспомню страховую компанию, но, ну, не буду говорить, не помню. То есть, например, у них оказалось, что вот ты там выбираешь где-то альфинизм, а потом там где-то мелким шрифтом написано, что это там до высоты 2000 метров. И, то есть, на самом деле, потом что-то случилось, а, ну, как бы, там же написано, что же вы не читаете. То есть, нужно обязательно подробно посмотреть все правила страхования, за что там положены выплаты, за что не положены. Выбирая, значит, вот этим летом, будучи организатором мероприятий, я достаточно подробно посмотрел там основные все страховые компании. В принципе, я две страховые компании нашел, которые более-менее соответствуют вот этим всем вещам. Значит, это получилось Ресо и Согласие. Там, в принципе, разница в цене, в общем-то, и Согласие подороже, Ресо понешеннее. Тоже есть такие, да, причем большое значение имеет даже не столько сама страховая компания, сколько компания Ассист, с которой они работают. И причем именно в данном регионе. То есть, мы, например, ездили в Киргизию, и у компании Ресо, там, у них в Европе может быть один Ассист, там, а в Киргизии совершенно другой. Желательно это выяснить, потому что есть, опять же, ряд вот этих недобросовестных компаний Ассист, которые, да, плохо выполняют свои функции. И, значит, причем тоже момент такой забавный получился, мягко говоря. Когда я общался со страховой компанией, меня назвали одного Ассиста. Когда при возникновении страхового случая я позвонил по номеру, указанному в полисе, меня ответила другая компания Ассист. То есть, получается, чтобы меня страховой компанией, видимо, обманули. Ну, или, может быть, они тоже не знают, кто работает. Вот, то есть, вот эти вещи тоже надо выяснять. И хорошо бы еще у страховой компании, ну, там, или с человеком, с которым вы будете общаться, пытаться хотя бы выяснить какие-то вопросы, чтобы он примерно вообще понимал, чем вы едете и куда заниматься. То есть, спросите, а вот если я буду там где-то, куда может долететь только вертолет, вот я сломал ногу, что вы будете делать? Вот. И, то есть, когда человек начинает явно какие-то глупые вопросы задавать, там, типа, вызовите скорую помощь, там, говорит, ну, то есть, бывает, что такие однозначные глупости начинают говорить, вот, а могут какие-то начать адекватные вопросы задавать, то есть, там, начнут у вас спрашивать, есть ли там дорога, какие там есть службы, еще чего-то, начнут говорить, как они обычно действуют в таких случаях. Ну, у меня, например, там подкупилось, что страховый агент, который мне, вот, из страховки себя заключал, она именно, как, она у меня интересовалась, значит, существуют ли там возможности спасения вертолета, значит, договариваетесь ли вы там на месте с кем-то, и знаем ли мы то-то, знаем ли мы это, то есть, не я у нее, а именно она у меня начала спрашивать, я, в принципе, так, порадовался. Вот. И тоже был такой забавный случай, когда мы позвонили в... Соответственно, у нас было 6 утра в Киргизии, в Москве, соответственно, было 3 часа ночи. Вот. Я позвонил по номеру, указанному в страховом полисе, сказал, что нужно гарантийное письмо, что вы оплатите вертолет, страховая компания, то есть, мне там ответили, ну, девушка, которая подняла трубку, сказала, ой, вы знаете, гарантийное письмо, это вам должно из центрального офиса, а в Москве сейчас все спят. Вот. Они в 9 утра откроются, ну, то есть, по-нашему, это будет уже там 12. То есть, 6 часов нам подождать. Вот. Ну, значит, я с ней более, как бы, строго поговорил, она пообещала, значит, перезвонить начальству, видимо, начальству пришлось разбудить, там, не знаю, как, но, в общем, через 15 минут она перезвонила, сказала, что сейчас все, проект гарантии не будет. То есть, оказывается, можно. Сначала было нельзя. Вот. То есть, в общении с ними нужна определенная, скажем так, смелость и настойчивость. Ну, и лучше, конечно, опять же, опыт. И лучше, опять же, если есть, там, ответственность за безопасность, там, или организатор мероприятий, или там, инструктор, то есть, человек, который имеет опыт такой работы, знает, как с ними разговаривать, что делать. Вот. То есть, это что касается вот знаний вот этих действий. Ну, и, как минимум, прочитать хотя бы то, что написано в полисе, и в проектах, то есть, что, ну, куда надо позвонить, там, куда сначала позвонить, куда потом позвонить, чего сказать, там, и так далее. Это обычно все в полисе написано. Ну, и иметь с собой хотя бы этот полис, там, в том числе, ну, то есть, опять же, иметь спутниковый телефон и не иметь телефон, написанный на полисе, ну, бессмысленно. Желательно иметь еще несколько копий, а не бегать потом между пострадавшими. Ну, да. Ну, то есть, мы, например, поскольку конкретно вот в Аларче в организации, в принципе, вертолета занимается в основном, там, компаниях Сайт Ревел, то мы просто у них оставили копии всех про полисов в офисе прям. Поэтому я позвонил, сказал, там, фамилию просто назвал, мы не нашли, там, и дальше уже они, как бы, работали по вопросу страховой компании, вертолета. Вот. Ну, и, собственно говоря, вот, задачи, которые... Ну, это, на самом деле, этот список я формулировал, как, там, скорее, как внутриклубные какие-то задачи по повышению уровня обеспечения безопасности. Вот. Но, наверное, они подойдут всем. То есть, первое, это, конечно, стараться уровень индивидуальной подготовки привести в соответствии с целями и, наоборот. Вот. То есть, понимать, если вы поставили перед собой цель, значит, нужно понять, какой этой цели должен соответствовать уровень подготовки и над этим работать. Вот. Если вы видите, что у вас не получается над этим работать, и, значит, нужно менять цель. То есть, не стараться ломиться к этой цели там любыми способами. Вот. И, значит, уровень организации самих мероприятий. То есть, это требования к инструкторскому тренерскому составу, составу участников, соблюдение правил, медицинское сопровождение, связь, страхование. Да, значит, вот взаимодействие с организациями, обеспечивающими спасательные операции и медюрками в районе. Значит, есть во всех районах, есть свои какие-то особенности. То есть, например, ну, там, в России все спас-работы обеспечивают МЧС. С ними своя специфика взаимоотношений. В Киргизии, опять же, значит, поскольку там, ну, вертолетчики получают за свою работу живые деньги от страховой компании, вот, они, в принципе, довольно-таки замотивированы, чтобы летать на все, какие только есть, спас-работы. Вот. И поэтому там, вот как раз с вертолетом все немножко проще. если у вас есть нормальная страховая компания, которая платит, то есть, есть, вот, например, фирма, там, в Бишкейке. Кстати, travel условно. Вот. Вы там можете туда позвонить, сказать, вот мы там поедем в мероприятие, будут проводить там, ну, то есть, вы там можете, не можете обеспечить вертолет. Они, потому что у них соответственно вертолеты там летают во все эти, там, на Хантенгере, там, на Ленина, туда-сюда, то есть, они, в принципе, с ними плотно очень работают. Вот. То есть, они этим вопросом спокойно занимаются, и они заинтересованы, в том числе, и сами вертолетчики, и фирма, там, они заинтересованы материально в том, чтобы со страховой компании получить деньги за свою работу. Вот. В России, например, эта схема не работает, потому что МЧС спасает бесплатно. Вот. Соответственно, они сами могут решить, соответствуют по возрасту, условиям, не соответствуют, вообще надо им это или не надо. Вот. Ну, то есть, я там не готов баллон катить на МЧС, но зачастую бывают такие ситуации, что там, то есть, человек, например, жив, да, ну, там, у него переломаны ноги, но, в принципе, в альтлагере есть там 150 человек, которые за 3 дня его спустят. Ну, и что туда лететь, как-то? Вот. Тем более, погода так себе. Ну, опять же, это из реальной ситуации. Вот. Там, в той же Аларче, в другой, там, вот, вертолет подлетел, то есть, он ниже облачности, там, поднялся, ну, где-то на полпути от Аларчи до Хижины Рацка, сел там, то есть, до облачности, сел на поле, вот, и ждал по радиосвязи, когда мы ему на Хижине Рацка сказали, что у нас солнце открылось, вот, он оттуда взлетел, через эту дырку прилетел, сел, забрал шлайк, улетел обратно, то есть, буквально, вот, за пять минут, чик. Я в это время находился на восхождении, на горе, вот, и мы тоже, то есть, у нас там все, дождь, снег, мы там, на страховке стоим, и вдруг, такой, дыра такая, солнце светит, и раз, вертолет, снизу, прилетел, и убедил, вот, то есть, я думал, что, на Кавказе, МЧС, вряд ли, так, сделал, а может, и сделал, но я не встречал. Лучше не проверить. Да. Вот. например, опять же, я сейчас точно не знаю, как это там, с юридической точки зрения, но в Крыму, например, в Севастополе, есть люди, которые там всегда занимались, как бы, можно сказать, на общественных началах спасработами. У них есть там машины, лебедки всякие, тросовые, там, носилки, чего угодно. И, зная там их телефон, можно, то есть, там, кругово, то есть, вы там звоните, люди, ну, там, вплоть до того, что они знают, там, где, как проехать, они на плато заезжают, на машинах, пострадавшему на лебедке спускается спасатель с носилками, они его выдергивают, и убудут. Или там спускают, наоборот, дальше в дороге. То есть, делается это достаточно все быстро, потому что, если вы позвоните там куда-то в скорую помощь, там, или в МЧС, они там все равно, конечно, могут выйти на этих людей, но эта цепочка, она там займет какое-то время, может, вообще она до них не дойдет. То есть, хорошо бы, опять же, заранее продумать, знать в том районе, в который вы едете, как там вообще, кто там спасает, кто там не спасает, как там это все работает, какие-то там с местными, какими-то авторитетами поговорить, с людьми, которые там бывали. Да, ну и взаимодействие с группами в районе, то есть, это тоже, соответственно, если вы приехали, смотрите, там еще кто-то тоже, там какие-то сборы проводит, ну, пойдите, познакомьтесь, там вообще, узнаете, что это за люди, чего, какие у них есть, какая у них материальная база, опять же, то есть, есть ли у них там врач, аптека, связь, на какой частоте они работают, какие у них планы, и так далее, то есть, это, в принципе, это, опять же, это задача ОБИ старшего тренера, в общем-то, на мероприятии, то есть, они должны взаимодействовать с другими мероприятиями, вот, но, чтобы, как бы, все участники тоже понимали, что этот процесс должен происходить. Ну, и формирование Спасфонда, это такая, как бы, идея экономически сложная, но, по-хорошему, то есть, нам, вот, хотелось бы, например, в клубе, то есть, там, пневмашина у нас есть, следующая задача, наверное, купить носилки, такие сборно-доборные, пластиковые носилки, потому, что, зачастую, есть районы, где, вообще, ничего нету, никаких не носилок, даже, вот, то есть, это имеется в виду те носилки, с которыми можно на сложном прельефе работать, и которые достаточно легкие, для того, чтобы, там, на спину бросил, быстро пробежал, то есть, очень часто, там, то, что осталось от советских лагерей, там, такая, алюминиевая окья, весом, значит, она, просто, сама по себе, это окья без ручек, она, что-то, килограмм двадцать, двадцать пять весит, и у нее еще, там, каждая ручка, килограмм по пять-семь, примерно, то есть, в принципе, для того, чтобы ее донести, так, не торопясь, нужно минимум два человека, которые без вещей, без всего, просто, умирая с этой аквей, пойдут на алюминиевая окей, пойдут на алюминиевую окей, а так, по-хорошему, что один человек одну половину несет, другой человек второй половину несет, и третий еще эти ручки несет, и они при этом своего особо ничего, чтобы быстро подойти, они своего нести уже ничего не могут, а эти носилки, там, ну, в современной сети спасательских, может, в принципе, один человек на свой рюкзак просто повесить, своими вещами, на свой рюкзаках. Вот, и, ну, вот, как общие задачи, значит, то есть, с одной стороны, все, там, включая инструкторов, и старшего тренера, там, и врача, и всех-всех-всех, любой участник мероприятий в горах должен, значит, заботиться о своей индивидуальной подготовке, о всех аспектах, ее, и, ну, конечно, без маниакального фанатизма, но стараться участвовать в общих вопросах организационных, то есть, по крайней мере, понимать, что, кто этим вопросом, то есть, ну, те, которые я освещал, то есть, кто этим вопросом занимается, занимается ли вообще кто-то на ваших мероприятиях, кто этим занимается, какова его квалификация, вот, там, и так далее, да, ну, то есть, с одной стороны, конечно, вы всем этим будете очень сильно иногда и дать, тем, кто этими вопросами занимается, вот, с другой стороны, у вас, в принципе, нет другой возможности понять, на каком уровне все это происходит. Ну, на самом деле, помимо самих правил, мероприятий, мы вот еще в клубе у нас стараемся, ну, такую разработать, что ли, ну, памятку, то есть, где, в принципе, все, все должности на сборах достаточно подробно прописано, кто, что обязан выполнять, какие там он несет функции, что он делает, что он не делает, то есть, там, вот, руководитель сборов, старший тренер, ответственный за безопасность, врач, инструктор отделения, и в том числе, участник сбора. И, там, на сегодняшний день это два листа, вот эти, ну, перечисление функций всяких, пяти субъектов. Вот. Ну, по-хорошему, то есть, мы должны, например, сделать так, что люди, мы там инструкторов, вот, всех собираем, и люди знакомятся с этим списком, говорят, да, я согласен работать на этом уровне, по этим правилам, и тогда, да, там, человек едет, там, инструктор говорит, да, ну, вот, нафиг, я, что я буду все эти правила соблюдать, там, ну, не буду я служить старшим тренером, я сам знаю, что там должны участники делать, что они делают, вот, то есть, в таком случае, качественной работы не получится, вот, ну, наверное, все, что пока за полтора часа можно успеть донести, есть какие-то вопросы, то есть, ну, в плане вопросов, я, наверное, в начале накул, скажите, то есть, в принципе, ну, моя квалификация соответствует возможности занимать должность ответственного за безопасность, то есть, я инструктор, там, жетон, передатом мистера спорта, то есть, в принципе, на какие-то дополнительные вопросы, наверное, могу отвечать, если есть еще что-то. А можете сказать, как компания страховая называется? Какая? Ну, вот, которую вы в Тиргизии делали, здесь, в Москве. Ну, я говорю, что вот у меня выбор остановился на двух страховых компаниях, РЕСа и Согласие. То есть, это те, где, ну, реально прописан альпинизм, как дополнительный риск, и альпинизм, ну, полноценный, они до двух тысяч метров, вот, и я звонил, узнавал, что, как бы, действительно, готовы там адекватно действовать в случае возникновения каких-то ситуаций. А кто из них кто с Аксаем работает? А Аксай, их интересует, на самом деле, не столько страховой компании, сколько, опять же, компания Ассист. Ну, они мне, я когда связывался, они мне сказали, что, там, это должна быть не вот эта и не вот эта страховая компания Ассист. Остальные, в принципе, то есть, вот эти две, как бы, мы с ними не работаем. Ну, согласие получает, то есть, скажем так, у нас получилось, мы делали рессу, у нас получилась страховка на три недели, ну, порядка четырех тысяч рублей. Вот. Согласие получилось бы где-то в районе шести. разница. Ну, согласие же еще партнерская программа с Фаром. Ну, там не очень понятно, чего она дает. Ну, по крайней мере, там заявляется, что, типа, юртолеты, там, что-то, шиби, уводки. Фаром будет, типа, безменным благодарен, если вы пойдете в согласие. Не работает. Да, то есть, у них, они объявляли, значит, публично было заявление, такое, я думаю, что очень многие его на сайте Фаром увидели, о том, что у них, значит, достигнут какое-то согласие с Хэлиэкшн, с частной вертолетной компанией. Значит, по факту, на самом деле, никакого договора, ничего такого не было. и опять же, когда были спа с работы, значит, там получилось так, что за несколько дней до этого человек погиб на маршруте и надо было тело его снимать. И на другом маршруте девочка сломала ногу. Вот. И ее, значит, начали спускать вручную, вот, а вертолет МЧС, полетел снимать тело погибшего. Вот. Когда мы, значит, пытались понять, почему же не летит Хэлиэкшн, хотя там девушка была застрахована компанией согласия, вот, ну, там разные были гипотезы, то есть, одна заключалась в том, что у Хэлиэкшн все пилоты куда-то уехали учиться, в данный момент. Вот. А другая гипотеза заключалась в том, что, значит, поскольку разрешение на вылеты в любом случае дает диспетчер, то есть, не может сама компания Хэлиэкшн взять и полететь, вот, то просто диспетчер все время говорил, что готовиться к вылету в борт МЧС коридор занят. Поэтому у нас все немножко сложнее. Саша, у меня под связи вопрос. После той ситуации, которая была летом, когда у ребят случилось это все через сколько? 20 минут после связи? Да. Не поменяли систему, что теперь есть? Да, важный момент. Смотрите, значит, вот эти вот про связь каждые три часа. крест нормальный. Значит, на связь выходят раз в три часа? Ну, для того, чтобы экономить питание радиостанцию. То есть, включил, поговорил, послушал, выключил. Вот. Это, что касается групп на маршрутах. В большинстве случаев на базе, где находится ответственность за безопасность, которая ведет радиосвязь, все-таки существует какое-то электричество. хотя бы генератор, позволяющий по большому счету иметь радиостанцию, ну, там, круглосуточно на прием. То есть, радиостанция, два аккумулятора, один в радиостанции, другой на зарядке стоит. Постоянно их меняет. Вот, ситуация такая получилась, что, значит, была в 9 утра радиосвязь, все нормально. в 12 утра радиосвязь, группа выходит, говорит, что у них там в 10 часов человек сорвался, получил травму. Вот, то есть, если группа знает, что база постоянно на приеме, они, соответственно, достали из-за радиостанции и включили сообщение. То есть, грубо говоря, то есть, получилась там потеря 2 часа по времени. В принципе, серьезный такой прежут времени. Поэтому, вот, рекомендация такая, что базовая станция, там, старшего тренера или ответственность за безопасность постоянно должна находиться на приеме. если ограниченная электроэнергия, бывает такое, что, например, там сломался генератор или его вообще нету и это какие-то экспедиционные сборы такие. Этот самый старший тренер или ответственный ну, ответственный за безопасность по сути дела должен связь вести. Например, можно так договорить, что он каждый час на 5 минут включает радиостанцию. То есть, там, в 9 штатная связь, с 10.00 до 10.05 прослушивает. То есть, все группы знают, что в это время можно передать информацию. В принципе, это, там, совсем незначительно добавит расход электроэнергии. Вот. То есть, да, такой вот важный момент. Спасибо. Думаю, это уже принято. Да. Станции по мощности ограничен. Да, насколько я знаю законодательством. А по практике? По практике? Да нет. То есть, это вопрос, наверное, аккумуляторов. Ну, я там технически подробно с радиостанцией не сильно урублялся. Но, сейчас есть довольно интересные там, предложения по радиостанциям. То есть, они достаточно компактные, там, и дорогие, и надежные. Не помнишь, как называлась фирма то, что Никита привозила? То, что я привозила? Да, Никита Василов. Biofeng двухканалок. У нее есть маленький аккумулятор, который идет в комплекте. Он сутки держит, а большой держит до трех. То есть, вот, станции, причем они, это китайские. А если еще заменить две с половиной тысячи цена, если еще заменить антенну, будет лучше. Да, то есть, мы очень порадуемся, как они работают. Достаточно долго, и сигнал хороший, радиостанции компактные, и тяжелые. В принципе, нареканий, в общем-то, не было у них работы. еще про радиосвязь есть такое понятие, как ретрансляция. То есть, есть, скажем, база, которая там всех по очереди вызывает. группа находится вне зоны доступа радиосвязи базовой станции, но группу слышит какая-то из других групп, находящихся в районе. связи. То есть, этот человек, то есть, вы, опять же, почему тоже, желательно не выключаться до конца связи, даже если вам сказали, база может не слышать группу, вы ее слышите, вы, соответственно, передаете базе информацию, что вы группу слышите и можете ретранслировать. и, соответственно, передаете все, что спрашивает база и передаете базе все, что отвечает группу. У нас даже такой был интересный случай. Я не знаю, если кто-то географию Адерсу-Чигем представляет себе в Брельбурсе, то есть, там долина Адерсу, где находится альтлагерь у Лутарова. И, значит, за перевалом, достаточно далеко от этой долины, находится там вершина Чигем в одноименном там ущелье. И, собственно, мы вот на этом Чигеме были и нас сначала ретранслировал группа, которая находилась на вершине Джайлок, это высшая точка района, и, в принципе, они как бы и нас хорошо в прямой видимости были, и база, в общем, там тоже чуть ли не в прямой видимости. Вот. Но, значит, они оттуда спустились с восхождения с этого, и база, ну, соответственно, нас никто не мог ретранслировать, и нас услышал, значит, инструктор отделения сборов военных, которые находились на Эльбрусе. И он, ну, видимо, у него станция такая простая. И он с Эльбруса нас, то есть это, ну, это по прямой где-то, наверное, там 30, километров 30, было бы прямая видимость. Ну, да, то есть он услышал просто, что мы вот друг друга вызываем, он говорит, я его и тех, и тех слышу, могу ли трансфировать. То есть человек вообще там, находящийся, не поймал где, он просто понял, что мы не слышим друг друга. Ну, еще какие вопросы? У меня еще вопросы. Это то, что мне рассказывал Леонкин, я не знаю, правда, не правда. Перед проведением наших сборов, есть ли действительно такое требование, что при проведении сборов Альбиклуба обязательно наличие АКИ? Ну, я не знаю, мне было такое сказано. Нет, в правилах проведения мероприятий АКИ не упоминается. Ну, то есть какие-то просто, чтобы был ОБ, старший тренер, никаких технических требований или нет? Ну, радиосвязь, врач, фрак, юг. Но я говорю, что это крайне желательно иметь какие-то... То есть... А насылки обязательно шутки? Или вот, как бы, сворачивали? Нет, конечно, желательно иметь жесткие носилки, то есть в случае каких-то серьезных травм, повреждений позвоночника, конечно, жесткие. Но даже при переломе ноги, в принципе, если человек транспортировать на жестких носилках, ему будет гораздо комфортнее, конечно. в правилах, в принципе, там много есть всяких нюансов, наверное, которые сразу все это невозможно охватить, может быть, и не очень интересно это всем. Но настоятельно рекомендую, если вы, опять же, планируете в системе как бы вот этих правил, ходить и там работать, вот, рекомендую прочитать и то, что непонятно, ну, там, попросить кого-то квалифицированного разъяснить, что же это значит. То есть, где там должен быть инструктор, где не должен быть инструктор, там, куда. То есть, есть, например, такая тонкость, что, когда группа ходит на второй разряд, там есть восхождение второй категории сложности руководства. То есть, им вообще нужно сходить там, три тройки А, две тройки Б, и, ну, каждому участнику. И, значит, у каждого должно быть руководство двойкой, чтобы получить второй разряд. Вот. И, значит, на эту двойку на руководство инструктор может не идти в отделение. То есть, в принципе, если инструктор видит, что группа готова адекватно, и он готов на себя взять это, то группа может идти самостоятельно. Но у них должно быть уже минимум три тройки схожные. такие вот есть детали. Но при этом инструктор в составе альт-мероприятия и приписанное к этому отделению должен быть. Опять же, в качестве такого примера у нас ребята поехали, они там, ну, несколько человек со вторым разрядом, и один человек, которому руководства до этого второго разряда не хватает. И говорит, а вот мы с ним его с собой возьмем, мы сходим как раз двойкой откроемся, и все, у него будет второй разряд, и мы дальше ходим самостоятельно группой. Ну, да, все классно, но его на это восхождение в качестве руководителя должен выпустить инструктор его отделения. То есть у них на это отделение, на это восхождение в любом случае должен быть инструктор это раз, и второе, что они должны под руководством инструктора пройти цикл занятий. То есть там, скалы, снег, лед, и так далее. Они решили, что вот они его сейчас возьмут и там спустят. То есть такие вот есть детали. Опять же, многие на это закрывают глаза, типа, да ладно, запишем, пусть идут. А человек может не хватить какой-то квалификации и человек там накосячит. И потом самое главное, что ведь еще куча проблем возникает у всех, кто к этому причастен. То есть это все, и там руководство мероприятий и старший тренер ответственности за безопасность и так далее. Все эти люди должны понимать, что они за эти вещи в общем-то какую-то, ну, как минимум, дисциплинарную ответственность несут. А есть пункты, по которым в принципе и плын до уголовной ответственности. некоторые действия инструкторов подпадают под статью «Оказание некачественных услуг, повлекшие при неосторожности смерть одного, двух и более лиц». то есть ну, скажем так, напрямую там может быть и неоднозначно, но запросто припаять все это можно при желании тех, кто это дело ведет. Все? У меня вопрос еще как раз последний. Значит, я являюсь альпинистом, выхожу в свободное время в парк, вывешиваю веревки и как раз чтобы привести до автоматизма это дело, провожу спасработку. Ребенок, будучи со мной, интересуется этим всем, тоже хочет полазить, соответственно я вывешиваю он у меня ползет вверх спускаться вниз со страхов все как положено после работы я сдавал второй раз подходит два парня ребенку 8 лет парня лет 13 наверное а что сделать я говорю лазим а нам можно сколько стоит бесплатно один полез ну мы как бы быстренько все это делают просто на схваток без всяких жумаров они там что-то повозились повозились поднялись спустят родители раз учусь а мы тут соответственно вопрос какую я несу ответственность за эти детишки подойдет какой-нибудь дядя и спросит чем вы здесь занимаетесь есть ли у вас бумажка какая-то корочка что я думаю что вряд ли я квалифицирован все юридической точки зрения отвечу но что касается значит опять же правил мероприятия к занятиям альпинизм в принципе допускаются лица достигшие 14 лет вот и но там есть там нюанс что ну соответственно там согласие родителей что с ними должен если с ними работает инструктор в отделении то это инструктор должен быть обязательно не которого они первый раз в жизни увидели а который с ними занимается круглогодичной подготовкой там то есть ну описан ряд особенностей вот ну я думаю что наверное следить за детьми это все-таки одессность родителей я просто просто потому что инструктора я не имею не а тут еще вот есть нюанс такой что человек который имеет удостоверение инструктора он прошел некую подготовку и в принципе заявляет что он обладает квалификацией и способен очень он несет гораздо больше ответственности чем человек который никакого удостоверения не имеет и стал кого-то чему-то учить да я не знаю что-то мимо проходили кто-то куда-то там чего-то на этом сейчас ходят то есть в принципе то есть инструктор гораздо гораздо более такой опасной ситуации в этом плане находится чем я слышу как раз по поводу этих введений в апреле то что спрактика медицинская что начали закрываться вот эти детские секции да с чем может быть они уже давно закрываются в связи с тем что больше и больше справок журналов и так далее то есть это напрямую связано да получается ну там вплоть до того там в любой то есть детский поход выходного дня тоже должен быть врач немец сестра врач должен в лес пойти в поход то есть не только справ там еще ну там какие-то да есть такие странные вещи в январь то есть мастер в январь Продолжение следует...